Стреляют в собак на глазах детей. В телередакцию позвонили обеспокоенные жители острова Ягры. Они стали свидетелями антигуманного способа избавиться от бродячих собак. Напомним, сюжет о стае, которая пугала отдыхающих и спортсменов, мы показывали на прошлой неделе. Забрать в приют бездомных животных должна была областная служба отлова, но ее опередили неизвестные. По тревожному звонку наша съемочная группа выехала на место преступления. Так называют случившиеся жители острова Ягры. И уверена, эта мертвая собака на детской площадке – одна из тех, что жила в стае на лыжной базе. И реальное доказательство негуманного способа очистки города от безнадзорных животных. Прочитала, что отстреливали собак на лыжной базе. Отстреливали собак. И люди пишут, ну, комментарии. Я прочитала, что пишут, что ворожеским способом отстреливали, тащили там за ноги. А в это время проходил урок физкультуры. И все это происходило на глазах детей. Сообщения о зверском отстреле стали появляться в интернете на следующий день после выхода в Вестнике Северодвинска сюжета о дикой стае собак на лыжном стадионе «Беломорец». Спортсмены и отдыхающие просили отловить животных и увезти. Сейчас инициаторы этой просьбы в шоке от способа избавления от бездомных собак. Свидетели зафиксировали и средства убийства, и самих исполнителей. И потом молодой человек пошел в лес, догнал еще нашу собаку черную, в нее выстрелил. Сегодня она была найдена в районе Октябрьской, мертвая. На это тоже есть фотографии и все. Компания по отлову, с которой заключен контракт у Северодвинской станции по борьбе с болезнями животных, по заявке обещала отработать лишь сегодня. Кто опередил службу, теперь выяснят представители закона. За защитники вызвали на место инцидента полицию. Вот мы сегодня находим трупы собак после вчерашнего так называемого отлова. То есть они используют курароподобные вещества, аделин супер или деделин, и собаки умирают мучительно. Это вещество запрещено во всем мире как жестокий способ забоя животных. Аделин супер, о котором говорят зоозащитники, относится к препаратам группы А – ядом. Его применяют на зверофермах в качестве эвтаназии. По описанию, в интернете препарат вызывает медленную и мучительную смерть путем парализации всех мышц. Находясь в сознании, животное умирает долго и крайне болезненно. Внешне это может выглядеть как засыпание, что вводит в заблуждение очевидцев. Какой мы даем урок доброты? Убиваем животных, убиваем собак, которые всегда считались другом человека. Убиваем среди бела дня без суда и следствия. Марина Хохлова, Ксения Акабанова, Денис Богданов. Вестник Северодвинска.